Самый далекий и горный край Чечни – Шаройский район. Земля чеченского Тукума – Шарой. Одно из самых закрытых мест Чечни, куда позже всех дошел ислам, и что так долго отказывался подчиняться имаму Шамелю. Живет здесь ныне на стыке Чечни, Грузии и Дагестана всего около 3000 душ народу. Но мало кто знает, Шаройский район – единственный район современной Чечни, где собственно чеченцы не составляют твердое большинство населения. Почти что 2000 жителей Шаройского района вовсе не ногчи, аварцы – малочисленного субэтноса Чамалалов. Аварцы заселяют в районе компактные два села – Кенхи и Бути, и говорят на особом варианте аварского языка, не всегда понятным соплеменникам из других мест. Для справки, аварцы – один из крупнейших народов Северного Кавказа, крупнейший этнос Дагестана, тот самый народ, что дал миру имама Шамеля, Расула, Гамзатова и Хабиба Нурмагомедова, далекие родственники чеченцев и ингушей по нахско-дагестанской языковой семье. Кавказы веды не знают, когда и как, по какой причине аварцы поселились в Чечне, но само основание аула Кенхи относит еще к пятому веку нашей эры. Название населенного пункта идет от местной речки Кенхи. Аварцы свое село называют Кванхи, здесь работает аварский культурный центр, и даже существует танцевальный аварский ансамбль. Интересно, что не будучи чеченцами, аварцы Чамалалы избежали чудовищной сталинской депортации 1944 года, просто временно оказались переданы вместе со своими селами из состава упраздненной, чьи СССР в состав Дагестана. Мало, к счастью, задели Кенхи с окрестностями и обе чеченские войны. Правда, несколько семей аварских тогда выселились от греха подальше в Дагестан, и теперь мечтают вернуться домой в Чечню. Потому аварцы сохранили в большей степени свой исконный жизненный уклад. Потому аварцы оставили в большей сохранности свой исконный жизненный уклад, некоторые свои культурные элементы да навыки. Например, потому именно аварцы словут в Чечне лучшими каменщиками в духе прошлых веков. По сей день все новые башни в Чеченской республике, в большинстве своем строят именно они. Любопытно, что между чеченцами и чеченскими аварцами встречаются межнациональные браки. Хотя бы по той самой причине, что ближайший Цумадинский район Дагестана за невестами и к женихам в отсутствии нормальной дороги, добраться очень непросто. «Я сам родился и вырос в Кенхе. И сколько помню всю свою жизнь между чеченцами и аварцами, тут были очень хорошие отношения. Стычки недопонимания порой, конечно, имеют место. Но как же без этого? Даже братья родные порой ссорятся», — рассказал 76-летний старожил Кенхе Юсуп Сулейманов. «У аварцев и чеченцев общей традиции. Единая религия и ислам — это нас очень роднит и сближает. Отметим, что аварцы живут в Чечне не только в Горном Шаройском районе, но и на равнинном севере, в станицах Борзденовское и Наурское, а также в Грозном. Правда, то потомки переселенцев уже более поздних времен, примерно 18-19 и 20-х веков. Среди самых известных людей из Чечни с аварской кровью можно вспомнить певицу из группы Виагры Месиду Багудинову». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова